Музыка Хей, всем привет! Почему нельзя цокать грызунам? Многие хозяева любят подзывать шиншилл, хомяков, морских свинок и так далее цокающими звуками. Но цокающий звук наподобие вот этого. Для грызуна, особенно для шиншиллы, это звук проявления недовольства или раздражения. Также и у хомяков. Я хомяками занималась с 2008 года и до 2016. Видела разных, и их у меня было очень много. Музыка У всех цокани обозначало недовольство и раздражение. Таким образом, грызун показывал своему собрату или хозяину, в принципе, неважно кому, так сказать, свой настрой. Что он не рад встрече и вообще недоволен. Повторюсь, также цоканье – недовольство у шиншилл. Обычно цоканье, клацанье или щелканье зубами предшествуют драке. Или после драки показывает недовольное поведение. Или раздраженное. Поэтому не стоит подзывать животное звуком, который на их, так сказать, языке, значит недовольство или раздражение. Гораздо проще назвать животное по имени, чем пытаться подзывать его подобными звуками. В принципе, цоканье может подойти для подзывания собачки, кошки, но никак не грызунов. Поэтому я советую воздержаться от такого способа подзывания животного. А на этом все. Надеюсь, вы больше не будете так делать, если вы так делали. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»